В мире существует множество профессий. Были времена, когда женщины сидели дома, воспитывая детей и храня домашний очаг. Но многое изменилось. Сейчас основная масса профессий уже даже и не делится на мужские и женские. И в эти весенние дни мужчины поздравляют всех женщин без исключения. У нас работают женщины-крановщики, маляры, кладовщики, комплектовщики. Очень сложно, конечно, с ними, потому что женщины – это такие люди, которые очень скрупулезно выполняют свою работу, очень аккуратно. Поэтому и маляры у нас женщины, и кладовщики, и комплектовщики – они скомплектуют все в тютельку, в тютельку, как положено. Женщины в работе могут добиваться больших успехов, как правило, потому что находят себе работу по душе. В наше время женщина может быть и политиком, и директором, и руководителем любого отдела. Но где чаще всего 100% женщин, так это в бухгалтерии. На заводе я работаю с 1975 года. Еще начиналось только строительство. И с каждым годом наше предприятие было как градообразующее. Шахты уже закрывались, а численность доходила до 2000. Сейчас численность на 1 января, где-то средний списочный на 1 января 2011 года, составляет 744 человек. Женщин где-то 250-270, туда коронтировочно. И женщин, многие женщины, которые старожила, они сейчас на пенсии. Есть женщины, которым 80 и больше лет. Я в конце, пользуясь случаем, хочу поздравить их, потому что они сегодня пенсионеры. В 1975 году я работала в завканцелярии, где-то около 10 лет при администрации завода. Директором был Бородин, которого сейчас уже нет. Вообще, на сегодня, если считать, то уже 7 директоров, вот как я работаю, сменилось. Обо всех очень хорошее мнение. Меня, как бы это, я честно скажу, что нормально меня, как бы, никогда завканцелярия меня Бородин вообще не отпускал. Сказал, что пока я работаю, ты будешь работать. Потом кадры нужны были бухгалтеров. Я перешла где-то с 1986 года по 1995 год работала заместителем главного бухгалтера. Лет 9 по 2004 год я работала главным бухгалтером. Пришли новые собственники, и это не секрет, где бы новые собственники не приходили, всегда первые лица, директоры, главные бухгалтеры, все заместители, как бы, ну, подлежат... Ну, солисты. Да. Ну, освобождают их от данной должности. Меня попросили остаться заместителем главного бухгалтера по налогам. По сей день я работаю. Моей профессии нуждаются не только администрация завода, но и генерации очень многие. Бывший директор наш, Слепнев, он работает там. Зам. директора по коммерческим вопросам был у нас Кусенко Андрей Германович. В общем, парни все молодые, но они как бы ко мне всегда хорошо относятся. Вот, ну, многие люди уволились, конечно, какие-то конфликты были. Я просто понимаю, я должна делать свою профессию, работать, выполнять в сроке с хорошим качеством. И, соответственно, если нужно, какие-то вопросы решать, значит ставить надо их. Вот, профессию свою я очень уважаю, люблю и считаю, что я по жизни правильно профессию выбрала. Я бы хотела поздравить всех женщин, в первую очередь завода, которые работают и мастерами, и на центральных складах. И вообще, в основном, в заводе управления, в бухгалтерии, это стопроцентные женщины, как бы коллектив. Хочу поздравить своего руководителя Александра Михайловна Ральникова, которого возглавляет молодая девушка 30 лет. Она сегодня финансовый директор и выполняет обязанности главного бухгалтера. Татьяна Петровна, которая очень много работает лет на заводе, тоже главным бухгалтером, было акционерное общество. Хочу поздравить весь молодой коллектив бухгалтерии, пожелать им любви, здоровья, уверенности в завтрашнем дне, чтобы все отчеты сходились, чтобы администрация повышала заработную плату не только бухгалтерам, но всем женщинам в первую очередь. Хочется поздравить женщин, которые сегодня не работают, которые строили завод. Мы дважды спасали завод от банкротства. Это Сапегина Светлана Юрьевна, была главным экономистом. Хочу поздравить Марку Людмилу Игнатьевну, которая тоже возглавляла завод, после нее я работала, потом она перешла в совместное предприятие Уитлий-Урал, которое создано было тоже, чтобы завод выжил. Хочется поздравить бывших кладовщиков. Это Шмыкова Ивановна Дмитриевна, ей уже за 80 лет. Самарцева Тамара Андреяновна. Всех технических работников, плановиков, всех женщин, которые... Маргарита Ивановна Иванова, которую возглавляет сегодня Совет ветеранов. Это всех женщин, которые работают в Совете. Спасибо им большое от имени не только женщин, но вообще от администрации. Я не постесняюсь Андрею Васильевичу сказать. Потому что вот эти люди, они помнят о тех людях, которых нет с нами. Всем женщинам любви, здоровья, благосостояния, счастья в семье, чтобы мамы радовали, меньше болели, чтобы помнили всегда своих родителей. Сегодня на работе мы можем встретить не только женщину в деловом костюме, но и женщину в рабочей одежде, стоящей, например, у станка. Да, пришла после института сразу же практически. Так как у меня здесь и родители работают на заводе, отец, в частности, на фрезерном станке работает в данный момент. Ну вот, решила приехать в поселок из Свердловска. Я принимаю сварные соединения и паковки, которые приходят на предприятие. То есть ультразвук – это такой метод контроля, который позволяет выявить дефекты, не разрезая шов и не разрезая паковку. То есть мы знаем уже, что если в паковке есть дефект, то мы ее не запускаем в производство. А если в паковке нет дефекта, то, естественно, идет в производство и так далее. Точно так же и со сварным соединением. То есть сварное соединение может содержать поры, шлаки. Но сварщик, когда варит, может это не заметить. А ультразвук выявляет эти дефекты. Я хочу поздравить всех женщин нашего завода, девушек. Пожелать им счастья, здоровья, успехов в личной и профессиональной жизни. Тем, у кого дети, чтобы не болели дети. Те, кто хочет выйти замуж за мужество. У нас очень много женщин, которые уже предпенсионного и пенсионного возраста. Так вот, дорогие женщины, я желаю вам работать столько, сколько вы хотите. И чтобы у вас все было, у всех женщин все было, так, как они хотят. Природа женщины такова, что она всегда про всех и все знает. Но есть на каждом предприятии женщина, которая знает каждого сотрудника по долгу службы. Это начальник отдела кадров. Вообще у нас коллектив замечательный. Женщин у нас 240 человек почти. Вот. И, ну, конечно, они, как и везде, являются основой нашего коллектива. Создают особый микроклимат. Вот поэтому у нас всегда интересно, весело. Все мероприятия проходят массово. И изюминку всем этим мероприятиям всегда привносят женщины. Заботы, внимания, любви от своих мужчин. У меня два их. Муж и сын. Ну, и чтобы это все продолжалось в течение всего года. Не только 8 марта. Независимо от того, какая у вас профессия, пусть она будет любима. А вы будете любимы своими родными и близкими.